Ну вот до Festool добрались. Я, наверное, думаю, что это уже нормально. Сейчас мне скажут, а у тебя тут некорректное сравнение. Это сферу самоцентрирующие. Но мы говорим о зазоре. Вот наш зазор. У сферу. Я думаю, если вы обратите внимание, вы поймете, что зазор есть. Это Festool. Внутри вот этого стаканчика своего, о котором мы говорим, да, вот он зазор. Никого не смущает. А окно для вывода стружки овальное. Практически на всю длину режущей части. Я больше чем уверен, перепробовав на своей шкуре определенное количество спидельных приспособлений до этого, что, скорее всего, все равно наш зазор будет не менее десятки. Я не утверждаю. У меня нет, во-первых, общей информации совершенно по всем производителям. Но из того всего, что я вижу на сегодняшний день, вот Луна Фесту. Зазор есть. Исполнение, ну, просто идеальное. У кого есть такое сироп, подтвердят. Это не брак. Не то, что что-то такое. Вот. Значит, эти зазоры, которые мы сейчас наблюдаем, в том же, как вы говорите, дешевом. Я скажу, у Вольфкрафта это не совсем дешевая фирма. Просто у нее больше половины ее приспособлений не работает. Так, как можно. Но струбцин у них великолепный. Я ними постоянно пользуюсь. И я, как бы, для себя одобрил эту часть их продукции. У них есть, да, реально много вещей, которые реально не работают вообще. Никак. Ни плохо, ни хорошо. Ты, когда покупаешь, ты потом в тихом шоке ходишь. Но я это уже давно прошел, эти все тесты. Вот. Я так понял, просто у каждого производителя есть 2-3 хорошие позиции. Остальные уже так под шумок продаются. Ну, еще раз повторим. Вот наш Festo. Зазор есть. И тут считай, не считай. Это при том, что длина Festo, наверное, вот этой всей конструкции, как наша гильза-ассистент. Наша гильза-ассистент сейчас гильзы на работе у меня. Вот такая примерно. А здесь на меньшую длину смотрим, какой бифт. Вот. Так что я думаю, что тут не производители дела конкретные. И не у зазора дела. Ищем. Ну, я свои какие-то выводы я уже сказал. Я обязательно обнародую. Спасибо.